Друзья, ой, у меня сумка зацепилась больно, я подхожу, я, кстати, не знаю, с этой остановки там что идет, к парку имени Щерса, посмотрите. Такой парк есть у нас в Самаре, он, мама, когда была маленькая, она здесь рядом жила, и она постоянно сюда ходила. Но раньше здесь был не детский парк, здесь раньше было кладбище, представляете? И, ой, у меня прям мурашки, вы не поверите, не поверите, у меня мурашки, такая атмосфера. Здесь раньше было кладбище, и мама, когда маленькая была, сюда ходила, она видела, как вот эти вот, знаете, руины, черепа, кости, это же все равнялось. Ну, мама расскажет, но самое печальное то, что мамина бабушка, да, то есть моя прабабушка, была здесь похоронена. Здесь было лютеранское кладбище, ну, тут вообще, в этом районе там поделены кладбище были, вот где гудок, торговый центр, там часть была холерного кладбища обычного, здесь православное лютеранское. Ну, так, представляете, такие вот дела, я прям быстренько, скоренько сейчас вот снимаю чуть-чуть, потом, надеюсь, подробный рассказ мы сделаем с мамой. Ну, опять не обещаю, потому что, видите, как все спонтанно получилось, что я забрела вот в этот парк. Не гадала, не знала, не планировала сегодня. Так сложились обстоятельства, я думаю, то, что они не просто так сложились. Еще здесь дворец Пионеров был раньше, не знаю, вот Пионеров, да, дворец Пионеров. Ой, мам посмотрит, будет ностальгировать. В общем, я когда маленькая была, мне было что-то 4-5 лет, меня сюда водили в дворец Пионеров на балет, балет, балетная школа. Я прекрасно помню вот эту голову, да, смотрите, тут этот ходил, детский паровозик, эту голову помню. Еще я помню вот эту лягушку, на которую я постоянно залазила. Если я не полезу на лягушку, значит, я вообще зря сюда пришла. Когда маленькая была, да, из дворца Пионеров, обязательно было условием залезть на эту лягуху. Вот, царя лягушка, видите, там корона у нее, глазки. Я всегда на нее залазила, всегда. Ну, это мои воспоминания. Вот он, видите, сейчас посмотрим, этот дворец Пионеров, тут всякие площадочки детские, воздух здесь великолепный. Ну, конечно, кладбище раньше было. Пес, барбос. Ой, мне жарко, прям не могу. Сейчас бы в душ, а я, видите, куда собралась, антидуш. Вот как? Мне надо в душ, а я на антидуш. Ой, с маленьким играет в Берлинтон там. Вот он, дворец Пионеров и школьников. Мама все мечтала, чтобы я там, чтобы туда работа устроилась. Но я в эту пору устроилась, кстати говоря, а что там какой-то демонтаж, чего? Что там? Устроилась совершенно другую работу. Потому что с детьми сейчас работы нет. Вот, памятник. Видите, памятник Щерсу. Вот скажу сейчас, не знаю, мама скажет, вырезать, не вырезать, потому что отдельный будет репортаж. На нашем городском кладбище, который мы многократно показываем, потому что живем рядом с ним. Вот, да, это парк имени Щерс. А на нашем городском кладбище Щерс похоронен. Я не знаю, мы говорили, нет? Вот. Хотим показать. Все, никак на кладбище не сходим. То нельзя, то, 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 это пятое-десятое. В общем, такая вот. Я мельком потом, я надеюсь, подробно будет обзор. Вот, мельком так ознакомливаю. Я даже уходить отсюда не хочу. Знаете, так здорово, именно по атмосфере, так свежо. Ну, знаете, как-то, как это, скорбано с одной стороны. Как вот на кладбище Раскорда, но здесь спокойно. Здесь нет такого, то, что какое-то беспокойство идет или что-то еще. Но, видите, детей много. Детей-то так лучше не снимать. Я бы вот там еще засняла бы обзорчик. Но везде дети. Поэтому я не знаю, в какое время нужно идти сюда, чтобы их не было здесь детей. Так, ну что, мне куда идти-то надо? Я что-то не понимаю, где там пятидесятый-то проходит. Я уже запуталась. Совсем. Совсем запуталась. Смотри, как я на первую еду. Вот такие вот истории. Такие репортажи. Ну, окружочек сейчас сделаю. Я по карте посмотрю, где там он останавливается, этот автобус. Но у меня уже все жарко. Я говорю, мне сейчас звонили, говорю, мы что-то домой, а да, поеду. Нет, нет. Никаких домой. Что-то отступаешь. От начатого нельзя так отступать. Ой, а я бы, знаете, отступила бы с одной стороны. Сейчас бы домой, бы душ. Красота. А эта мокрая вся, потная. Еще и не добралась до мест назначения. Замечательно. Ой, не буду тут прочитать. Просто посмотрим еще раз парк. Не знаю. О, на скейте девочка едет. В доске. Что говорил-то я? Уже забыла. На левочку может присесть. Хорошо. Паров пожелаю. Надо маму сюда как-то вытаскивать. Но опять же, жарко, мама в жару не может. Тоже плохо ей. Даже вот сейчас время 8 вечера. И такая душегубка. Это куда дело годится? Знаете, это дело вообще никуда не годится. Как это Африка. Не знаю, как по качеству картинки. Что там видно, нет? Много я разговариваю. Много говорю, информации мало подаю, да? Смотрите, вот я одела оранжевые штаны. Они у меня порвались. Надо было другие надеть. Но с другой стороны, если я на природу, то, наверное, ничего страшного. Я сейчас с собой галошу взяла и шлепанцу. Там, если Волга, я бы вам Волгу сняла. Но не знаю, насколько она там близко. На это и хотела. Волга в природе. Не набережная, а на природе. Должно быть неплохо смотреться. Вот что там едет? Не мой автобус? Или это троллейбус? Непонятно. Надо идти, наверное, в сторону остановки. Да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова